Сдал вторсырье, помог детям-инвалидам. Под таким девизом в Ненецком округе продолжается благотворительная экологическая акция, организованная некоммерческим фондом экоразвития Ненецкого округа при поддержке региональной администрации. Подробнее в нашем следующем сюжете. Пластиковые бутылки, алюминиевые банки, картон, газеты, журналы, бумага и книги. Все это считается вторсырьем и может быть переработано и использовано снова. При этом собирать мусор раздельно можно как у себя дома, так и в лесу. Мусор мы собираем не только по акции, а и в обычной жизни. Когда мы с друзьями ездим на пикники в лес, мы первым делом берем перчатки, берем мусорные пакеты и идем убирать мусор со всей окрестности. После того, как мы все собрали, мы уже разжигаем костер, делаем шашлыки и отдыхаем. Ну и после себя, естественно, мы тушим костер, весь мусор вывозим. Вывозить рассортированный мусор для повторной переработки жители округа теперь могут в приемный пункт фонда экоразвития НАО. Заодно принять участие в акции помощи детям-инвалидам. Использование вторичного сырья, в том числе и бытовых отходов, позволяет изготовить множество продукции, а также уменьшает загрязнение окружающей среды. С недавних пор, как у нас стал работать фонд экоразвития, мы его сортируем. То есть пластиковые бутылки отдельно, сминаем их, утрамбовываем, алюминиевые бутылки. И еще картон, также картон и макулатуру. Дома я тоже приучила себя, что я не кидаю весь мусор в одну урну, я также его сортирую. Стараюсь как-то помочь экологии нашего севера. И очень рада, что у нас появился такой фонд, который занимается сортировкой мусора и вывозит его на большую землю. Стоит отметить, наринмарцы активно участвуют в акции фонда экоразвития НАО, собрал вторсырье, помог детям-инвалидам. Мы приносят журналы, газеты, книги, фотоархивы, картон приносят. Поэтому мы плисуем и отправляем в Киров. Благотворительная акция продлится до 30 сентября. Все полученные средства будут направлены в общество инвалидов в Ниньском округе. То есть эти денежные средства, которые, допустим, получаем от приемного пункта, в город Киров, вот это мы все отвезем в вторсырье. Денежные средства уже у нас поступят к нам в фонд, а мы уже эти денежные средства переведем в общество инвалидов. А там уже будут семьям нуждающиеся дети-инвалиды. Приемный пункт фонда экоразвития НАО расположен по адресу город Наринмар, улица Октябрьская, дом 36, территория торговой базы. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.